Добрый вечер, мы приглашаем вас в Санкт-Петербург. Четвертый тур розыгрыша женской суперлиги. Встречаются команды Ленинградка, Санкт-Петербург и Динамо, Метар, Челябинск. Пока обе команды находятся внизу турнирной таблицы. И после трех туров у Ленинградки в активе одна победа над Сахалином, победа домашняя. В первом туре играли с Заречием тоже дома, уступили в четырех партиях. Ну а в третьем проиграли на выезде в трех сетах в Менчанке. С арбитрами давайте знакомиться. Михаил Бондаренко из Москвы, первый арбитр. Второй судья Евгений Нурдыгин из Пензы. Инспектор матча Михаил Сердюков, Москва, комментатор встречи Татьяна Грачева. В активе у Челябинского Динамо Метара. Одна победа, но она в пяти сетах, поэтому всего лишь два очка в активе этой команды. И промежуточное одиннадцатое место. Уступили в первом матче Енисею. Проиграли в прошлом туре в четырех партиях на Сахалине. Но не секрет, что всем командам очень непросто играть на таком далеком выезде. Но надо сказать, что челябинские девушки еще ни одной встречи дома не провели. И вот их четвертая выездная встреча в сезоне. Стартовые составы. Гости первыми появляются. Номер третий. Надежда Мишина. Это блокирующая. Одиннадцатый номер. Таисия Коновалова тоже играет в центре сетки. Номер двадцатый. Наталья Черней. По всему видимому в диагонали будет она играть. Четвертый номер. Либера. Дарья Филипенко. Номер шестой. Связка. Мария Дороничева. Но это, конечно, не Денис Матвеев, а главный тренер. Динамо Метар. Заслуженный тренер. И вообще легенда, пожалуй, тренерского цеха. Хорошо всем знакомый. Анатолий Макогонов. А помогает ему Елена Юрина. А продолжим чуть позже с составом Динамо Метар. Потому что хозяйки площадки уже появляются. В черной форме сегодня основной состав Ленинградки. И он выглядит таким образом. Александр Кашин на ваших экранах. Главный тренер. Его помощник. Старший тренер Сергей Чижов. Ну а теперь состав команды хозяев. Елизавета Самадова номер третий. Доигровщица. Ксения Бондарь с ней в паре в доигровке номер шестнадцатый. Связка. Ольга Скрипак под семнадцатым номером. В диагонали капитан команды Екатерина Петрова. Блокирующие. Светлана Чеснокова номер пятый. И четырнадцатый номер Екатерина Полякова. Две либера в заявке у Ленинградки. Это Алина Пузнецова номер второй. И Мария Тисевич пятнадцатый. В общем состав. Если сравнивать с прошлой игрой. То здесь одно изменение. Ксения Бондарь в доигровке Куршина тогда. Прошлый матч играла. И играла здорово. Но Анна Куршина к сожалению подвернула ногу. И сегодня утром даже не тренировалась. Ксения Бондарь тоже. Вот вы видите с такой повязкой на плече. Восстанавливалась какое-то время. И пока не могу сказать насколько готова она играть. Ну играть-то готова поскольку в старте вышла. А вот насколько может нести всю нагрузку в атаке. Мы увидим. Первая атака гостей. И классно добивает до пола седьмой номер Анастасия Стальная. В металле очень много новых лиц по сравнению с прошлым сезоном. Ушли Елена Абросимова. Татьяна Щукина в локомотиве. Но пока не играет. Она травмирована. Вера Саликова в Менчанку ушла. Елена Самойлова в Енисей. Анастасия Калинина в Приморочку. Но есть приличное пополнение. К сожалению многие из этого пополнения пока травмированы. И в составе играть не могут. Но вот сюда в Санкт-Петербург Анатолий Макогонов и сам приехал. И привез 11 человек заявки. 11 игроков. Ну вот пожалуй первая полноценная доигровка могла бы получиться. Если бы не такая скоростная доводка. С которой не могла справиться Ольга Скрипак. Очень быстро на сетку. И она просто не успела выполнить передачу. Так летел мяч. Что передача толком никакой не получилась. А Скрипак на задней линии. Она уже отпадавалась. И это кстати не очень хорошо для Ленинградки. Потому что из своей самой удачной расстановки они уже перешли. Вот так вот с первой же попытки. Самадова в приеме участвует. Пока мяч упал. Прозвучал свисток первого арбитра. Мяч коснулся площадки. И счет сравнивается 2-2. Первая подача Елизаветы Самадовой. Неплохо. Неплохо. Испортили прием. Но вот теперь поаккуратнее надо доводить. И сыграть первым темпом. Да, конечно. А Мишина не дотягивается в центре до этой атаки. И Ленинградка выходит вперед. Что еще хочется сказать о составе гостей. Так это, наверное, отсутствие опыта игры на высоком уровне. Вот такой вот состав, который, конечно, еще нужно многому научить. И на это обращает внимание и главный тренер, да и вот Елена Викторовна Юрина, которая сама в Челябинске не один год играла, помощница Анатолия Макогонова. Она пока тоже привыкает к роли тренера и учится вести игру, так как это делает главный и многолетний наставник Динамо Метар. Проспали скидку Ленинградки. Да, вот берет на себя эту ошибку Екатерина Полякова. Конечно, выставила на руки и просто мячу некуда было бы деваться, как не попадать в блок. Вместо этого 3-4. Да, еще и силовая подача от соперника. Это Наталья Черней подавала. В защите сама же сыграла мяч. Вау, тушь уйдет. И не хватило там дородничевой, пожалуй, координации, чтобы до мяча-то она добежала, а вот обработать не смогла. Ну, не просто, конечно, под сетку наклониться, потом мяч найти, да еще и вернуть его вне игровой части сетки на свою сторону. Равный счет 4-4, пока Ленинградка не может уйти в отрыв на старте этой партии. Екатерина Полякова на подаче. Неплохо довела Либера, хотя защищала еще и половину зоны. Шестой. Она в первой принимает. Далее Пилипенко на позиции Либера. Она пришла из Северянки, точно так же, как и связка Светлана Сербина. Но Сербина сегодня ее в заявке нет. Теряет подачу Полякова. Рисковала и сейчас ее направляла уже не в зону Либера, а в пятую зону. 5-5. Капитан Динамо Митара. Светлана Суховерова. Петрова. Вот кому надо разыграться с самых первых минут. И тогда, конечно, после сильных ударов. Вообще, когда Петрова в порядке и блок соперника не должен мешать. Но для того, чтобы быть в порядке, надо больше передач получать. Теперь подача капитана Ленинградки. Тоже вау. Пока собственные ошибки не позволяют Ленинградке вести в счете. Где-то скидку проспали, две подачи потеряли. И счет опять сравнивается. Надежда Мишина. Она будет подавать. Держит прием Бондарь. Первый темп. Чеснокова сбрасывает. Два блока на нее поднималась. Теперь атака не сильная за блок. Правда, кажется, что не видела этого удара Мария Тисевич. Поэтому и обработать не смогла. Вроде бы ничего сложного. Челябинск не предлагает. Пока Ленинградка, опять же повторюсь, на собственных ошибках отдает сопернику очки. Блоком закрывают Петрову. Теперь только в 4 Бондарь. Еще одна атака Челябинска. И тут в прыжке в длинную сторону, в четвертую зону. Несильный удар и мяч попадает в площадку. Вот отсутствие опыта опять сказалось на игре гостей. Его контроль мяча был. И запросто, конечно, он поднимался. Ошиблась Наталья Чернеевна. Мяч прямо в линию попал. 22 года этой диагональной. Но совсем невысокого роста. Всего лишь 180. И тут, казалось бы, двойной блок. Но где там прошла Таисия Коновалова? Ровно между руками блокирующих. Стык мяч прошел. 8-7. Нет доводки для игры первым темпом. Поэтому Петровой нужно выручать. Подключают ее из шестой зоны. Атаки не будет. И побыстрее бы перестроиться. Чеснокова она сама довела и сама была готова. Но отличная передача. Вот потихонечку налаживается это взаимодействие. Стрипак и новичка Ленинградки Елизаветы Самадовой. Не так много времени девушки вместе провели. Первый сезон они играют. Настойчиво дает указание быстро пасовать четвертую зону Александр Кашин. В таком случае Самадовой это делать необходимо. А вот теперь, конечно, чуть выше после защиты. Сама же Елизавета атакует. Чем ответит Челябинск. Удары-то не сильные все. Вот они и попадают очень часто в блок. В основном у Ленинградки падают накаты. Накаты от скопки от блока. Вот с чем они не могут справиться. Атакует Челябинск не сильно и довольно откровенно. Тут никаких хитрых направлений нет. Вот единственные неприятности возникают после своих же собственных отскоков рикошетов. Хороший прием. Первый темп. Вот так, мне кажется, все будет проходить, если пасовать и забеги с одной ноги. Там одиночный блок и Полякова, и Чеснокова отлично умеют с этим справляться. Ну и рисковать тоже можно. Не такие уж там мастеровитые, блокирующие. Ольга Скрипак на подаче. Вот вернулась Ленинградка в той расстановке, из которой очень быстро ушла в прошлом круге. Хорошо. Скрипак рисковала и оставила без первого темпа соперника. Как здорово развернулась в ставлении Наталья Черней. Не хватает пока защиты Ленинградке. Ну а прежде всего с приемом надо справляться. Тейси Коновалова будет подавать. Доводка великолепная. Первый темп прошел, но мяч до Пола не долетел. Снова Челябинск ошибается сам. И ошибается на второй передаче. 10-10. Самадова. Снова свисток арбитра. В нашем чемпионате пока нет опции вот таких просмотров. Слишком дорогие камеры для того, чтобы просматривать. Но на уровне национальных сборных в Лиге нации, на чемпионате мира такие моменты тренеры уже просматривали. Это было доступно. Очень часто бывает, что и арбитры немножко торопятся. И сами игроки не понимают, то ли они мяч подняли, то ли это касание было одновременным. История противостояния Ленинградки и Динамо Метара насчитывает 42 матча. Ленинградка одержала 27 побед. 15 побед у Метара. Но разница партии 98-66 в пользу сегодняшних хозяев. Не воспользовалась подарком соперника Светлана Чеснокова. Петрова атакует и второй зоны защиты работает. А вот теперь в первую зону под атаку диагональная. И снова удается обвести блок Натальи Черней. Минимальный перевес в пользу гостей. Пока вот на этом сыгранном отрезке половины партии борьба за инициативу. Никаких явных козырь обе команды друг другу предъявить не могут. Пока кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. А все-таки надо давить соперника и на сетке, и на подаче. Ленинградка это делала в матче с Сахалином. Хотя ведь тоже были непростые партии. И очень много решалось как раз во втором сете, когда в концовке девушки доставали. Доставали из-за речи, кстати, в четвертой партии. Там вообще был очень большой отрыв в пользу гостей. И Ленинградка сражалась, сражалась. Запросто могла бы до пяти партий довести, но там буквально одного мяча не хватило. Ну что ж, что скажешь, не надо далеко отпускать. Между руку у Ксении Бондарь проходит забегание первого темпа. Надежда Мишина подавала. Очень такая неприятная подача, планирующая. Но так отвесно мяч после троса летел. Ошибка. Это попытка ударить в пять. Мяч не настолько широкий, чтобы возможно было туда перевести. Но все-таки первый темп. Все кажется, что должен он больше забивать. Скрипак пробует и совершенно правильно делает. Но как-то не работает. Может быть, чуть шире стоит попробовать сыграть с Чесноковой. И опять нет движения на задней линии. Совершенно обычный переброс под лицевую. И там буквально полшага не хватает. Петровой для того, чтобы этот переброс поднять. Связующая «Динамо Митар» готовится подавать. Мария Дороничева. Плохой прием. На ту сторону перелетает мяч после касания Ксении Бондарь. И при счете 13-15. Тайм-аут Александра Кашина. Закончился первый перерыв. В нашей встрече. Как-то по собранней. Нужно действовать хозяйкам. Вот, наконец-то, отличный прием получился. В Либера подали соперницы. И теперь отличная атака Самадова из четвертой зоны. Выходит на переднюю линию Екатерина Полякова. А значит, Чеснокова будет подавать. И значит, в этой расстановке 14-15. И Ленинградка и тоже может набрать очки. Чесноковой. С Сахалином было несколько айсов. Нет, почему-то в Либера. Вот это вот... Не знаю, что за мастойчивость. Такая по-прежнему проверяет линию у соперника Наталья Чернея. Снова ошибается. Сравнялся еще. Четвертый тур разложился на два дня. Вчера было два матча. Уралочка принимала Менчанку. В Нижнем Тагиле выиграла в четырех партиях. И на своей площадке Заречья Одинцова уступила действующему чемпиону московским Динамовкам со счетом 0-3. Там ни разу из 20 очков Динамо Заречья не выпустила. Счет в партиях 19, 14 и 16. Таймалт Динамо Митар. А сегодня в расписании должны были состояться четыре встречи, но сыграны будут только три из них. Как вы, наверное, уже знаете Краснодарская Динамо, к сожалению, не смогли добраться до Сахалина. Задержались из-за плохой погоды в Краснодаре. Потом опоздали на стыковочный рейс в Москве. И вот, к сожалению, этот матч не был перенесен. Сахалину поставили, вернее Краснодару засчитали техническое поражение 0-25 в трех партиях. И с общим счетом 3-0 Сахалин в этой встрече одержал победу. Встреча, которая сыграна-то и не была. Ну, техническое поражение это называется. Кроме того, «Протон» принимает сегодня «Локомотив» из Калининградской области. И «Казанская Динамо» на площадке в гостях в Красноярске у Енисея. Победили они со счетом 3-2. Вот такой вот четвертый тур женской суперлиги. А у нас 16-17 и подача у «Динамо Метара». Вот ошибки у гостей начались. Стрипак будет подавать. Вот в этой расстановке должны набираться очки «Ленинградка». И нет, опять идеальная доводка. Пока справляются с подачей Ольги Стрипака. Ведь с Кольким соперником она портит прием. Очень хорошо подает. И в прошлом сезоне целые серии на подачу выдавала. И были матчи даже, в которых в прошлом году Александр Кашин так намеренно начинал с Натальи Непомнящих. Она теперь играет за «Заречье». А Ольга Стрипак выходила на подачу и приносила огромную пользу своей команде. Петрова из четвертой зоны. Так здорово разбежалась, выпрыгнула мощнейшим ударом в ход. Вот даже ничего придумывать не надо. Просто бей сильно. И такие удары, они все равно будут проходить. Концовка начинается. Ответственный момент. 19-17. Неплохая доводка еще раз. Вот теперь, видимо, уже отвлеклись от зоны Либера при своей подаче ленинградки. Ну что же тут получается? Получается, снова падает совершенно простой мяч. Никто же не понимает, кто должен второе касание сделать. Опять совершенно простой эпизод. Вот Петрова подстраховала. Ну а дальше, видимо, просто опасаясь получить травму или травмировать подругу по команде, Елизавета Самадова просто до второго касания не дошла. Теперь подачу снова надо возвращать. И совершенно правильно через Петрова, через диагонального, через Капитана. Плюс два у Ленинградки. И замена. Вместо... Посмотрим еще раз этот эпизод. Далекий отскок от блока. И вместо Светланы Чесноковой на передней линии появляется Анна Лунева. Нельзя терять подачи в концовке. Даже если ты ведешь, вот тут вот пара ошибок может и партии стоить. Сколько уже подач-то? Три, а то и четыре потеряли хозяйки в первом сете. Ну вот хорошо, что точно такой же ответ от Светланы Суховеровой. Да, вот напоминает Александр Леонидович, Кашин о том, что надо руки переносить на блоке. У него вышло еще, пока в блоке не участвовал. А вот первая попытка. Правда, Ксений Бондарь попадает в руки. Это атака. И отличный перенос мяч в поле. Второй тайм-аут Динамо Митаро при счете 19-22. Больше нет перерывов у гостей в этой площадке. Динамо Митаро. Один тайм-аут у Ленинградки. Не ошибаюсь, первую зону называют для направления подачи. Да, так оно и есть. Александр Кашин подает туда и выигрывает Екатерина Петрова. Так интересно бывает, что после тайм-аута соперника подающий выигрывает Эйс. И еще раз туда же. И еще раз классно. 24-19. Это сетбол для Ленинградки. Две классные подачи Петровой. Плюс еще и с атакой у нее тоже все было неплохо. Правда, вот сложилось впечатление, что маловато атаковало. Посмотрим статистику после этой партии. Снова Петрова подает, меняет зону, подает в пять и выигрывает. И заканчивается первый сет. И снова ведь это изменение направления подачи было от главного тренера 25-19. Вот такие три острых выстрела от Екатерины Петровой. И заканчивается первая партия в пользу Ленинградки 1-0. Ленинградки 1-0. Ленинградки 1-0. Ленинградки 1-0. В ожидании второй партии смотрим статистику стартового сета. 1-1 было на блоке. Что, конечно, тоже надо улучшать Ленинградке. Зато 48% командной атаки, хотя атаку хозяйки-то проиграли, 12 против 15 очков, прием был практически идеальный. Вот это вот тоже всегда удивительно, когда при лучшем приеме под 60% позитива команда набирает в атаке меньший процент, чем сопернику. У соперников вдвое хуже прием, но, значит, больше рисковали, а атаку все-таки выиграли. Зато три эйса у Ленинградки было, и все три они на счету Екатерины Петровой, что для меня, например, тоже стало сюрпризом. Смена зоны, обычно как-то выбирают слабое звено и подают в одного, но вот сработал эффект неожиданности, две подачи в один, выиграла, и тут же подала по линии в пять, и таким образом партия закончилась. Девять собственных ошибок у Динамо Метар, это, конечно, очень много для одного сета. Три ошибки у Ленинградки, лучший показатель у Екатерины Петровой, восемь набранных мячей, пять у Екатерины Поляковой, и все пять в атаке. С атакой-то все здорово у Кати, а вот на блоке надо добавлять. Лучший игрок Динамо Метара, это диагональная Наталья Черней, у нее пять набранных очков, ровно половину, с десяти передач она забила. Начинает гость из подачи, с подачи Марии Дороничевой, связующей. И состав Челябинска, таким образом он выглядит. Шестой номер Дороничева, связка, Наталья Черней в диагонали, номер двадцатый. Одиннадцатый Таисия Коновалова, блокирующая. Кто выйдет вторым, скорее всего, это будет так же, как и в первом сете, Надежда Мишина. Третий номер. Доигровщицы. Да, вот сейчас выходит седьмой номер Анастасия Стальная на подачу. И номер восьмой, капитан команды Светлана Суховерхова. Номер четвертый либер, Дарья Пилипенко. Вовремя-то убрала руки от мяча Ксения Бондарь, так долго за ним тянулась, но потом, видимо, кто-то подсказал. Это же самое смешное стало, зачем-то так метра два в аут улетела за боковую линию, провожая этот мяч. И сразу же замену делает Динамо Митар. Семнадцатый номер выходит Елена Коваленко. Она высокая, достаточно доигровщица. Вот если брать заявку, то только Анастасия Стальная, которую она заменила, повыше ростом. У Коваленко 188. В 88-го года эта девушка вышла, она на прием в первую зону. Три-один. Третий номер Ленинградки будет подавать Елизавета Самадова. Ну, чуть острее подача. Надо отметить, что где-то ближе к концу первой партии Ленинградка перестала подачу терять. Сколько у них ошибок-то было? Три в первой партии. И все три они были на подаче. Далекая атака. Тут не нужен блок, пожалуй. И вот тут надо командовать и быть готовыми. В играх против таких не особенно мощных нападающих, но не будут рисковать. Они там нечем забить с четвертого метра. А от блока мяч может очень далеко отскочить и улететь. Поэтому лишний раз выпрыгивает, давая сопернику возможность бить по рукам. Ну, вряд ли нужно. 5-1. И все же в аут. Все же в аут за боковую линию. Отскакивает мяч от блока Ленинградки. Да, был аут. Подсказывают тут и девушке своему тренеру, что не нужно тратить челлендж. И пока получается, что Пилипенко держит прием. У нее даже нет процента, потому что как-то Ленинградка в нее начала подавать в прошлой партии. А потом перестала. Больше всех принимала седьмой номер Анастасия Стальная. Заставили ее сделать одну ошибку. Но 15 подач. Она практически из 22 в 15 весь прием своей команды и держала. Правда, вот не очень у нее это получалось. 33% всего лишь позитива. Все поверх его. 4 подач. Ну, это так для сравнения. Второй принимающий. Две потери было у Екатерины Поляковой в первой партии. Очень далекая передача. И тут с левой рукой ты никак атаку не проведешь. Ну, правой пыталась перебросить Черней. В антенну попала. Еще одно очко над Ленинградки добавлять. 7-2. Ну, вот то, что требовалось первой партии на своей подаче серии, которых, может быть, не было много до концовки стартового сета. Вот теперь они у Ленинградки стали появляться. Петрова атаковала с шага, потому что не успевала оттянуться. А теперь вот выходит на ударную позицию и бьет от Блока Ваут. И вот такие отрезки по старому стилю был бы первый технический тайм-аут. И в это самое время как раз Анатолий Владимирович Макогонов берет тайм-аут. 2-8. Его команда проигрывает. Конечно, очень многому еще предстоит научить своих волейболистов Анатолию Макогонову. Он сетовал на то, что как только начинаешь работать с командой, вот при нынешних условиях год-два, и просто состав команды меняется, ничего не успеваешь сделать. Некоторое время Анатолий Владимирович был консультантом в Митаре. Ну, а теперь снова вернулся к обязанностям главного тренера. Было касание Блока после этой атаки. Силовая с ней справляется Самадова. Первый темп и последнее касание кто-то должен сделать у Челябинска. Ну, чуть аккуратнее бы. Опять сами себя без быстрой атаки первого темпа оставили хозяйке. И все это опять благодаря некачественной доводке. Такие маленькие помарки, может быть, при уровне сегодняшнего соперника, они, может быть, и незаметны. Хотя и уровень динамометара я тоже никак, ни в коей мере не хочу принижать, но просто девушки тут сами очень много ошибок допускают. И надо напрягаться в каждом розыгрыше, в каждом очке. Чем увереннее самим вести игру, тем сложнее будет сопернику. Светлана Суховерхова. Целивает в пятую зону. Но там максимально в прием двигается Самадова практически на двоих, а не с Либера. Мария Тисеевич где-то мяч был в ауте. Зря старалась Либера в Челябинске. Ну, не уверен, надо доставать. А здесь ошибка в атаке. Дарит очко Черней. И уже совсем не похоже на первую партию. Ленинградка ведет 10-4. Простая атака, хоть и сильная, но все же она совершенно нехитрая. Просто вход там Либера находится. А вот Самадова атакует с касанием блока, поэтому мяч такой отскочивший обработать гораздо труднее. Синя Бондарь на подаче. Пока вот минимально она задействована в атаке. Посмотрим, что у нее в первой партии было. Пока атакует Самадова. Снова по блоку. Даже долго бежала до этого мяча связующая Челябинска. А Петрова с задней линией закрывают ее блоком. Но там скорее даже не блок, а попадание еще и в верхний трос было. Как-то опустило высоту своей атаки. Екатерина Петрова. Еще раз смотрим этот эпизод. Вот с этой точки должно быть хорошо видно. Но низковато. Так вот у Бондарь всего лишь одна атака была в первой партии. Видно, что бережет ее Ольга Скрипак. Конечно, все возможные мячи она опасует другим нападающим. Видимо, травма Ксению еще беспокоит. Это уже совсем другая высота, совсем другая скорость удара и попадание в девятый метр площадки. А вот у Екатерины Петровой было 11 передач. 5 мячей забито. Вообще, очень хорошая эффективность атаки у Ленинградки была в первой партии. И я отмечу, лучше всех Екатерина Полякова. Вот тут вот не зря я настаиваю на первом темпе. И Полякова, и Чеснокова, они могут очень много забивать. А Екатерина Петрова может... А, Чеснокова как раз была. Она подавала и выиграла очередной очко в атаке на подаче. Очень хорошая планирующая подача. Она обрывается, и мяч практически не крутится. Ой-ой-ой, это попадание. Попадание в площадку. И опять простая ситуация, в которой, конечно, должен быть уже готовый игрок. Вот тут надо как-то читать игру раньше времени. Ну, сбрасывать человек двумя руками. Вот что еще может в трехметровой зоне придумать нападающий, который находится на задней линии. Только перебросил. Перебросила Суховерхова хорошо. Выиграла очко. Но недолго. Динамо Метар оставался на своей подаче. Очень важно, что Ленинградка быстро ее себе возвращает. А еще одна замена у гостей. Это замена связующих. Ольга Шкляева. Первый номер Динамо Метара. Такой же рост, как и у Дороничевой. 180 сантиметров. Правда, Мария на два года постарше. Шкляевая 23. Тем временем состоялся еще один из хозяев. И даже лидер выставляет ошибиться Ольга Скрипак в руки Дарьи Пилипенко. Вроде бы мяч летел, но летел так быстро, что не позволил даже ни одного шага сделать. Очень хороший результат на подаче должен быть сегодня у Ленинградки. В итоговой статистике пока 16-6 во второй партии. Это аут. Это аут. Тут не потребуется челленджа. И спокойно Александр Кашин показывает, что все нормально. Быстро готовьтесь к приему. Вот такой ритм партии и такое преимущество по счету, оно, конечно, должно позволять комбинировать Ольге Скрипак. Была бы для этого возможность. Пока очень хорошую передачу выдает связка. Так, впадение, но аккуратно отпасовывает во второй зону. Такая невысокая передняя линия сейчас у Челябинска. Прежде мы следим за их приемом, которого по-прежнему нет. У Ленинградки есть отличная доводка. И первый темп даже через два блока. Вот не зря я отмечаю переднюю линию, но там совсем невысокие девушки. И какой-то очень такой запоздавший блок у них получается. При счете 7-18. Второй тайм-аут берут гости. Все. У нас здесь юный поэзик, который готов, в год, в год и сейчас. Все, я не буду с вами. Готов? Давай, сделаем, дорогие, по плодам. Все, все, в порядке, все, в порядке. Все, в порядке, все, в порядке. Ленинградка, в лоскарске! Это просто, друзья! Молодец! Молодец! Ну, это любимая пчела была на трибунах у Ленинградки. Как всегда, в боевом настроении. Да и все болельщики должны быть довольны счетом. Так вот, потихонечку заполняются трибуны. Казалось, что не очень много народу на этой встрече. Ну, вот, пришли зрители. И пока команда своих фанатов радует. Кстати, следующий тур для Ленинградки тоже будет домашним. Они сыграют с Саратовским Протоном. И достаточно поздний матч будет. Опять совпадают туры с мужским Динамо из Ленинградской области. Поэтому девушки, как принято, будут играть второй парой. И сыграют они в 20-0. А вот у Динамо Митары наконец-то состоится первая домашняя встреча. Они будут принимать за речи Одинцова. Екатерина Полякова подачу выполняет в игрока передней линии. Сразу же связка отказывается от мысли быстро пасовать четвертую зону. Атака Бондарь. Ну и не надо здесь сильных ударов. Не нужно вкладываться. Можно просто обманывать по линии. Глубоко. Не дотягивается до мяча Анастасия Стальная. И обратную замену связующей проводит Анатолий Макагонов. Возвращает основную связку Марию Доромичу. Вот она длинная скидка. Вышла страхующая связка была на страховке. Вышла для того, чтобы видеть скидку. Но скидка пошла не в центр. Попытка сыграть первым темпом. Вот сразу вышла Доромичева. Сразу решила неудобный мяч бросить практически в спину Надежды Мишиной. Ничего хорошего из этого не получилось. Счет стал 21-8. Еще какие-то замены готовит Челябинск. Но вряд ли уже что-то можно изменить в этой партии. От блока Ваут. Вот редкие моменты, когда Челябинску удается что-то придумать в атаке. Еще одна замена. На этот раз вместо третьего номера Надежды Мишиной на площадке появляется десятый номер Кристины Дурманова. Блокирующая 183 рост Кристины. 19 лет. И не успевает она в край на быструю передачу. Ксения Бондарь показывает, что все в порядке с ее правой рукой. Теперь уже не скидка, а очень мощный удар. И не успевает блок Челябинска. Да, недолго Кристина Дурманова находилась на площадке. Возвращается Мишина. А на подаче капитана Ленинградки, игрок, который тремя эйсами закончил первый сет. Накат в центр Бондарь дотянулась на этот раз. Тут никаких вопросов у арбитров нет. И от Блокова от Самадова. Очень важно, что хозяйки площадки даже при таком отрыве в счете, это впервые, кстати, вот в чемпионате впервые такая партия складывается для Ленинградки, не перестают двигаться, не перестают играть в защите. Пусть не сразу это движение появилось. У них в первой партии очень много мячей упало. Ну вот теперь старается, старается играть без собственных ошибок, даже при счете 24-9. Да, хорошая партия для Ленинградки получается. Это уже совсем другое дело, быстрая атака с задней линии. Вот можно пробовать, можно рисковать. Получается риск у Ленинградки, и абсолютно ничего не получается в этом сете у гостей. 25-9. Итог второй партии. И общий счет 2-0 в пользу Ленинградки. Хорошее настроение. И главное, это настроение не растерять до конца матча. Ведь, как все прекрасно знают, третий сет, особенно при вот таком превосходстве во второй партии, может сложиться очень сложно для команды, которая в счете ведет. Ждем третью партию. Дорогие все вместе. Вперед, забейте! Все, кто разобьется, у меня все просто. Еще мы готовим все вместе. Все как они. Дри, четыре. Вперед, забейте! Вперед, забейте! Вперед, забейте! Вперед, забейте! Доступна статистика второй партии, которую к удовольствию болельщиков Ленинградки можно озвучивать. 1-1 по блоку. Тут редкое постоянство. Но с атакой у Ленинградки 73%. Это вообще заоблачные цифры. В очковом эквиваленте это выглядит 16 против 5 набранных Челябинском. Тут совсем ничего не вышло. Кстати, вот собственных ошибок у Челябинска было гораздо меньше, чем в первой партии. Всего лишь 4, 8, напомню, очков они подарили сопернику в первом сете. Но зато все остальное они вообще с треском провалили. В приеме было также 30%. Ну вот те самые 5 выигранных атак, они, собственно, и не позволили вообще никакой игры организовать, не позволили набрать, хотя бы выйти из 10 очков в партии. На подачи тоже Челябинск ничего не выиграл, допустил одну ошибку. А у Ленинградки к 3 эйсам в первой партии добавилось еще 4 выигранных очка. Два раза Ольга Стрипак выиграла, одну подачу Елизавета Самадова и одну Светлана Чеснокова. Прием держится под 60%. Здесь все хорошо. Лучше всех отпринималась Елизавета Самадова. Вообще 100% доводка у нее была. Дважды принимала Мария Тисевич, 4 подачи прилетела в Ксению Бондарь. Все доводили хорошо, но самое главное, что ошибок-то не было. И ошибок вообще было немного. Не было вот этих непонятных падений мяча в простых ситуациях, которые у Ленинградки находились в первой партии. В общем, Свет практически идеальный. 25-19 и 25-9 Ленинградка ведет со счетом 2-0. Естественно, такой состав Александр Кашин не меняет, а Анатолий Макагонов тоже вернулся к своему старту. У него изменений было немного. Менял блокирующий, менял доигровщий, менял даже связку. Но как-то это не повлияло на ход второй партии. В общем, все те же, кто встречу начинали, они же ее и продолжают. Скрипак в защите, а значит пасовать будет Тисевич. И очень громко голосом обозначает, что все должны отойти и уступить Либера второе касание. Сама Довас эта передача не справляется. Павел Митар, 2-1. Очень четко Самадова принимает. Разобралась она полностью с подачей соперника. Все, что в нее летит, все идеально доводится. Причем сама после этих доводок еще очень быстро выходит для атаки. Пока у Ленинградки не было домашних матчей, еще одно знаменательное яркое событие произошло в жизни клуба. В семье известных спортсменов тренера Ленинградки Игоря Транденкова и волейболистки, которая долгие годы выступала за Ленинградку Натальей Алимовой. Родилась дочка. Малышку назвали Злата. Весь клуб поздравлял Наталью и Игоря. И даже некоторые ездили встречать из роддома. Желаем здоровья малышу, мамочке. А у нас здесь первый челлендж возникает. Во время этих пауз, конечно, тренеры достаточно много имеют времени на переговоры со своей командой. Хоть и первый год мы играем без технических перерывов, но зато добавились вот такие новшества, как отсутствие технической линии, за которую раньше переходить тренером было нельзя. Поэтому в режиме тайм-аута, которых еще больше может возникать, нежели технических, два было в партии при 8 и 16, но все это уже достаточно быстро стало забываться, а тренеры достаточно активно в этих паузах во время видеочелленджей стали общаться со своими подопечными. Все же был аут. Челлендж касание блока уточнил Александр Кашин. Что же все-таки смотрели? Смотрели касание блока. И оно было, почему-то по жесту арбитра был показан аут, отскок, но смотрели-то как раз касание. Подтвердил это второй судья. Или все-таки не то посмотрели? Не соглашается Александр Кашин с решением. В общем, игра-то будет продолжена. И видно было на повторе, что блок-то все-таки коснулся. Видимо, здесь арбитр, может быть, не очень точно жестом указал на это решение. Вот Челябинск тоже интересно как-то выстраивает свою игру ни блока, ни защиты. Да, может быть, они и правы в том, чтобы блок не ставить. Вот они отказываются от этой мысли, а защита к такому действию вообще не готова. Еще одна острая подача Петровой. Смещается блок. Мяч узкий был, поэтому блок чуть-чуть ближе к третьей зоне переместился. Петрова и Чеснокова. Скидка опять падает. Но нет либера в этой расстановке. Екатерина Петрова одну скидку проспала на блоке. Теперь вот не удается ей подстраховать. Все, что сбрасывает связка, все пока падает. Это элементарное невнимание. Там показов-то особенного нет. Ни паузы, ни имитации никакой. Просто невнимание игроков, находящихся у сетов. Что-то похоже на первую партию. Еще 4-4 равный счет. Сталкиваются принимающие. Екатерина Петрова сегодня лучшая подающая. И с этого она выиграла первой своей подачей. Вот теперь продолжает в третьей партии. Очень сложно она подает. На этот раз попадает между принимающих. Заставляет еще их столкнуться. И там как-то за левое колено держится Либера Динамо Митаров. Все ли с ней в порядке? Пока замену проводит Анатолий Макагонов. И вместо седьмого номера Анастасии Стальной на площадку выходит Елена Коваленко. Номер 17. Опять доводки нет. С большим трудом вторая передача получается. А вот где был блок? Коваленко отыгрывает подачу для своей команды. Да, вот сегодня много, за что можно хвалить Ленинградку. За подачу в первую очередь. И, может быть, за собранность во втором сете. При том, что соперник не сопротивлялся. Но все же минимум своих ошибок они совершили. Но очень хочется на блоке результата. Ведь в прошлом туре, если вспоминать даже проигранный матч в Минске. Это был первый выездной поединок Ленинградки. Екатерина Полякова стала лучшей блокирующей тур. Она набрала 8 очков. Подача Ксении Бондарь. И опять переброс в пятую зону. Далеко. Каждый мяч такой, с которым, наверное, немного можно придумать, что делать. Мяч перелетает, летит на сетку так быстро. Вторая передача вряд ли удастся. Но обманы падают. Обманы падают и в середину, а падают и под линию в девятый метр. Самадова в атаке. Пробивает двойной блок. Не успевает Коновалова толком руки перенести. А может быть и трос тут все испортил. До блока даже дело не дошло. Очень такой обводящий получился удар с четыре в направлении четвертой зоны. И еще одно очко в атаке Елизавета Самадова. Очень активно сегодня ее нагружает Ольга Скрипак. В первой партии было всего лишь четыре передачи, а вот во второй уже восемь. Ага, здесь была ошибка на второй передаче. Он, конечно, абсолютно прав, арбитр. И пока минимальный перевес в пользу хозяек. Все забила Самадова на этой передней линии. Правда, останется она еще в четвертой зоне. Пока еще на подаче Скрипак. А значит, и выходит к сетке Екатерина Петрова. Хорошая передача, такая классная. Через все девять метров в темп попала Ольга Скрипак. И подача хороша. С трудом, с большим трудом Челябинск мяч просто перебрасывает. И первый темп, которого хочется больше. Вот опять такой тонкий момент в организации. Вроде бы все просто, мяч перелетает. Но Петрова здесь очень правильное решение приняла. Она стала доводить. Она не дала сделать это Ольге Скрипак. И дальше уже появилась вторая передача от Связующей. По сетке Скрипак достает мяч в защите. Петрова атакует. Но правда на сетку мяч подвесили. Не смогла она открутить от блока. Вот показывает ей даже Ольга Скрипак, что надо было играть от блока ваут. Ну попробуй там сыграй. Мяч-то узкий. Он практически в третью зону был доведен. А вот доведен. И высоты. Вот опять же, на мой взгляд, неудобные мячи для Екатерины Петровой, они должны давать ей возможность разбежаться, размахнуться, вложиться в удар как следует. В них вряд ли стоит скорости добавлять, когда это делает не связующая. Три блока под атаку из четвертой зоны. Полякова, кстати, закрыла. И снова ей перемещаться в четыре. Она не совсем успела, но там Самадова прихватила. Они в этой расстановке не меняются. Остается Петрова блокировать в четыре, а Самадова в два. Я думаю, что при желании и при установке тренерской хватило бы и времени. И не было блока. Арбитры считают, блока не было. Будет еще один челлендж. Одна попытка у Александра Кашина в этой партии сохранилась. И вот сейчас будет видеоповтор. Видеоповтор на касание блока. Кстати, первой среагировала Елизавета Самадова. Она была в атаке. А значит, она лучше всех должна была прочувствовать этот эпизод. А что такое? Почему арбитры не хотят смотреть? Не отправляется второй судья. Нет, говорит, что не будет челленджа. А почему? Ага. Наверное, там касание игрока. Вот. А не касание блока. Еще раз смотрим момент. Здесь блок не успел. И, наверное, это как раз позволило Челябинску набрать очко. Блок просто не успевал. Приди чуть раньше центральной. И тогда было бы касание блока. А вот что там с челленджем? Еще и замечание сделали арбитры тренеры Ленинградки. Наверное, я хотел касание защитника посмотреть. Да, такого опции нет. Ну, это тоже должно хорошенько встряхнуть Ленинградку, потому что идти после второго сета очко-очко с соперником, это достаточно опасно. Как раз вот о такой ситуации я и говорила после второго сета, что очень часто такие партии, они просто усыпляют бдительность. И игра может запросто в совсем другом русле пойти. Сравнялся счет 10-10. Атака была хороша. Ну, вот пока Динамовок не хватает на собственные безошибочные отрезки. Очень много они ошибаются в каждой партии. И это, конечно, никак им не позволяет поймать уверенность, поймать кураж. Не надо мешать связующей, пасовать. А-то была, да, ошибку совершила Екатерина Петрова. Тут никаких вопросов, она попала в антенну. А вот зачем мешать выполнять вторую передачу вот тут? Конечно, Екатерине Петровой нужно было шаг назад сделать, но она не успела. В какую сторону оттягиваться, чтобы не помешать связке? Им осталась она на месте. Теперь на правах капитана Екатерина Петрова пообщалась с первым судьей. Никаких изменений, конечно же, не будет. Но может быть такой вариант поддержки своей команды. Бондарь в атаке из четвертой зоны. Ее закрывают блоком. Да, через Петрову широковато немножко. И Екатерина тоже попадается в блок. Вот редкий момент, когда в одном эпизоде гости поставили два блока подряд. И атаку из четвертой зоны закрыли. И закрыли Екатерину Петровой. Но как-то в последнее время Петровой все неудачные моменты достается атаковать. Да, диагональная, да, мощная атака. Да, нужно забивать. Но вот ситуация эта практически идеальная. С доводкой, а мяч для атаки у нее снова за антенну. Это тайм-аут Ленинградки. 11-12 счет. Закончился тайм-аут хозяев. И не помешал он Наталье Черней выиграть свой первый эйс в матче. Единственный силовой подающий в составе Динамо Метара. И уже плюс два. Хороший прием. Атака Поляковой не добивает Екатерина. И снова Челябинск ошибается. Ну, хотя бы вышли вперед. Что, в общем-то, редко случается во второй половине встречи. В втором сете вовсе они ни разу не вели. И даже счет равным был только в самом-самом начале. Совсем маленький счет. Там один-два. Но дальше уже Ленинградка себе хороший отрыв организовала, что не мешает им сделать это. И в третьей партии. Ну, сколько же падает обману. Вот это уже научный игрок. Вот прыгает в первый темп на взлет. Видит перед собой два блока. И сбрасывает в четыре под сетку. Там практически стопроцентный эффект от таких обманов. Да еще и когда Либера нет. Кстати, Либера сейчас в Ленинградке поменялась. Вместо Марии Тисевич Алина Кузнецова в игре. И никак не удается отыграть подачу. Да, надо собраться Ленинградке. У Челябинска на своей подаче уже маленькие отрезки пошли. А вот тут еще одно очко с помощью блока. И, конечно, не хватает атаки Ксении Бондарь. Но говорила я о том, что травмирована. Она по-прежнему не восстановилась должным образом. Но раз нехватка до игровщика, что ж тут теперь делать Куршину. В игру Анну Куршину вводит Александр Кашин. И вот она вынуждена тоже с такой затейпированной ногой. Голеностоп у нее по-прежнему побаливает. Я даже не тренировалась на утром, как я уже говорила. Но отступать уже некуда. Надо выходить. А Ольге Скрипак, конечно же, больше загружать. Теперь некому пасует в четыре. А когда есть возможность как можно больше грузить Екатерину Петрову. Ведь обратите внимание, настроение у Петрова сейчас не очень. Именно потому, что она ждет передачу. Она готова забивать. Ну вот дайте только. Екатерина Петрова. Чуть позже нужно блокировать из четвертой зоны. Потому что и передачи отведенные. И так затягивается. Ничего быстрого там в атаках у Челябинска нет. Поэтому раньше времени выпрыгивать не стоит. Елена Коваленко первый мяч атаковала. Теперь участвовала в блоке. И в паре с Надеждой Мишиной не справилась со страховкой после атаки Екатерины Петровой. Тайм-аут. Динамо Метарра. 16-14. Они пока впереди. Пока на замене. Основная либера Ленинградки Мария Тесевич. А на замене потому что помощь какая-то требуется. Вот сейчас доктор там внимательно колено осматривает. Ошибка на второй передаче. Рискнула. Мария Дороничева. Но качество опять подвело. Два нападающих у Челябинска на передней линии. И такой возврат играет первый темп. Вот сейчас туда же передача и полетела. Тоже интересная расстановка. В своих зонах все стоят. Связка в три. И нападающие по краям. Куршина. Первое очко в атаке сегодня набирает Анна. Как-то стабилизировала прием. И сейчас очень важное очко для Ленинградки приносит Анна Куршина. Счет сравнялся 16-16. Хорошая доводка. Притащила свой же блок в четвертую зону. Центральная Мишина. И мяч ближе к 4 доведен. Ну да, вот оценка ситуации. Договорились комбинацию играть. И играют. Независимо от того, куда мяч был доведен. А Чеснокова спокойненько и своего игрока отследила. И успела в четвертую зону. Очередное возвращение Анастасии Стальной. Вот она на ваших экранах. Седьмой номер. Сразу же в нее подает Екатерина Петрова. Атака с задней линии. Одиночный блок Чесноковой остается на всякий случай. И атакует Петрова. Перестрелка атаками из шестой зоны. Самадова. Получается, что Самадова сегодня самый загруженный нападающий. Надо будет потом сравнить, сколько передач Петрова получила, сколько Самадова. Но по итогам двух партий Самадова-то побольше атакует. Это какой-то эффективно. Странно, что прибегает в третью зону раз за разом Надежда Мишина. Вероятно, для того, чтобы освободить первую зону для атаки диагонального. Ну, как мне кажется, возвраты и атаки с одной ноги, они больше пользы приносили. Да, вот она атака диагонального с первой зоны. И сетки касается блок Ленинградки. Правда, ей в защите тоже не удалось справиться с этим ударом. Теперь уже Динава Миттарт в роли догоняющих. 17-19. Очередная ошибка. Подача в аут. По-прежнему двое нападающих у Челябинска. Ошибается Анна Куршина. Но вот теперь ее основная миссия в том, чтобы выдержать прием. Да, сразу же в нее и подает. Но прием не особенно хороший получился Петрова. Задняя линия обманывает. Три блока она перед собой увидела. И близковатая передача. Как-то не везет с качеством сегодня капитана Ленинградки. Нет, не спасли гости этот мяч. Хотя боролись отчаянно. Но все же перенести его на сторону соперника не получилось. Концовка. Для Ленинградки складывается со счетов плюс три. 21-18. Очередная далекая атака. И закрывает Елизавета Самадова. Отскок был в площадку. Страхующих там не нашлось. Но даже то, что мощно атакует Челябинск, в силу, наверное, невысокого роста и диагональной. Да, я уже говорила, что Наталья Чернеевна, если верить заявке, всего лишь 180. Тяжелало-то с таким скромным ростом атаковать высокие мячи против организованного блока. Поэтому все больше и больше мячей. Они летят в девятый метр. Их можно спокойно в защите обрабатывать. Да, ну и вот Полякова выиграла мяч на сетке. Мяч был переходящий. Абсолютно никакого сопротивления она не встретила на стороне соперника. Поспорить с этим решением арбитров Анатолий Владимирович Макогонов. Ну, продолжится игра. Наверное, главный тренер Динамо Метар считает, что мяч не был переходящим. Раньше времени поднялась Самадова, выпрыгнула на связующую. А связующая-то ведь была на задней линии. И сейчас остается связка на задней линии. А тут Самадова поверила, что будет мяч переходить. Ну что, она сбрасывать не могла связка. С такими расстановками надо следить. И даже если сам игрок не заметил, то кому-то из блокирующих напоминать друг другу. Ну, как-то не страхуются мячи у Ленинградки. Опять попадает мяч в самую середину площадки. Так долго он летел. Высокий отскок от блока. Еще раз вот на этом повторе должно быть хорошо видно. Вот накат. И по движению-то нападающего тоже видно, что не будет сильного удара. Не скажешь, что там в последний момент пришло в голову это решение. Все было задумано, и все выполнялось уже очень откровенно. Атака Поляковой на первой зоне. Вот тут. Хотелось сказать, блок не нужно. Самый высокий блок там находился. И в последний момент просто отдернули руки. И Полякова, и Петрова все-таки видели. Черней не попала. Она даже и по мячу. А здесь блок просто не успел сложиться. Эти же две блокирующие только теперь уже в зоне 2 пытались прикрыть атаку. Смотрю, вот разговаривает Петрова с Поляковой. Вот где мяч прошел. Но кто должен за эти стыки отвечать. Надо выяснить и все-таки эти стыки закрывать. Черней. Силовая подача. Рискует в концовке партии. Петрова зацепила блок. Нет, зацепила. Да, мне тоже показалось, что было это касание. Возьмет видео-челлендж. Челябинск, естественно, концовка, момент напряженный. Если все-таки было касание блока, то это матч-болл для Ленинградки. 24-22. Но если не было, то... Точку засчитают Челябинску. Вот тут вот мы должны все первыми увидеть. А тут кажется, что выше блока мяч прошел. Ну и что смотрим, да? Попадание в площадку или касание блока. Питер! 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 Сложенный взгляд Анатолия Макогонова. И Ленинградка все-таки добирается до матч-бола, потому что мяч был в площадке. Как раз не касание блока, а попадание в линию смотрел Александр Кашин. И этот челлендж выиграл. 24-22. Первый матч-болл. Хорошая доводка получилась. Атака из четвертой зоны и снова накат. Вот такое ощущение, что Челябинск сегодня больше выиграл обманами и накатами, нежели какими-то хитрыми ударами. Еще и тайм-аут очень нужен сейчас Ленинградке. На втором матч-болле берет эту паузу Александр Кашин. По-прежнему на скамейке запасных и уже со льдом на колене Мария Тисевич. Перед прошлой домашней игрой столкнулась с кем-то из подруг по команде на утренней тренировке. Сотрясение мозга получила. Даже первую партию вышла и сыграла. Конечно, огромный риск был. Но, тем не менее... Как смогла команде, помогала. И вот сейчас что-то с коленом. Ну, просто не везет. Основные либера в Ленинградке. От блока в аут. Еще одно очко Челябинск набирает. Правильный счет. 24-24. После этой атаки Анастасия Стальной продолжит подавать Светлана Суховерхова. Александр Кашин возвращает Ксению Бондарь. Обратная замена. Достаточно много Анастасия Куршина провела время. И началась из первой зоны. И тут опять быстрее всех на сетке реагирует блокирующая Ленинградки. Это была Светлана Чеснокова. Да, я бы все-таки тут вторую передачу отмечала. Ведь мяч был где-то в глубине, в углу первой зоны. Ленинградка вернула себе матч-бол. И подача. Расстановка хорошая. Петрова сегодня лучше всех подает. Правда, с этой соперник справился. А вот теперь вот доигровка, которая может стоить всего матча. И Екатерина Петрова классным ударом в линию завершает эту встречу со счетом 26-24. Ленинградка выигрывает третью партию. Ну, как и предполагалось, да, самая сложная получилась заключительная партия. Когда, в общем-то, с большим трудом и даже так, казалось бы, оторвались на 2-3 очка. Но все же Челябинск счет сравнял, поборолся в этом сете. И молодцы, что боролись до конца. Да, пока Динамо Метару очень не хватает. Мастерства не хватает и травмированных игроков. Да, вот не позавидуешь тренерам, когда вроде бы есть состав команды. Но тут несколько таких ключевых игроков пока просто не могут принимать участие в играх. У Ленинградки тоже проблемы с травмами. Но так иногда даже на характере, испытывая боль, некоторые игроки все-таки вынуждены выходить на площадку. Но самое главное, что команда хозяев сегодня победила со счетом 3-0. Традиционно благодарить Ленинградка своих болельщиков. Поздравляем команду со второй домашней победой. И еще добавляем в копилку Ленинградки 3 очка. В следующем туре команда Александра Кашина здесь же, в Академии Платонова, на своем домашнем поле принимает Саратовский протон. Эта встреча состоится 8 декабря. На этом будем заканчивать трансляцию из Санкт-Петербурга. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok